Всем привет, это Маруся. И сегодня у нас незабываемое путешествие на западное побережье США. Такие штаты, как Аризона, Юта, Невада. И, собственно, старт в Калифорнии. Города, которые мы посетим, это и Лос-Анджелес, и Санта-Барбара, и Сан-Диего, и Сан-Франциско, и Лас-Вегас, и многие другие. А также незабываемые впечатления от национальных парков и заповедников, которых просто нет нигде больше на земном шаре, кроме как там. Такие гиганты, как Секвои, золотые ворота в Сан-Франциско. Все это и многое другое в этом выпуске. Наливайте чаек, кофеек, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрим. И да, чтобы прилететь в Америку, нужно пролететь не в Гренландии, самым крупным на Земле островом, который, между прочим, на 80% состоит из ледников. Потом уже вот эти вот пейзажи Америки и приземление в Лос-Анджелесе, куда мы, собственно, и летели. И здесь мы были всего лишь два дня. А первое место, в которое мы отправились, естественно, Universal Studio. Даже не так, тематическая зона Гарри Поттера в Universal Studio, так как я истинный фанат Гарри Поттера. И, естественно, здесь я побывала просто в каждом домике, в каждом магазинчике. И по самому аттракциону проехалась несколько раз. Восхитительно воссозданы все декорации. Ты, как маленький ребенок, ходишь в этом огромном мире Гарри Поттера. В некоторых магазинах даже проходят свои шоу. Все, больше ничего не расскажу, просто приезжайте и испытайте это сами. Вообще, Universal Studio – это киностудия и тематический парк. Территория огромная, поэтому тут есть даже свой тур по киностудии. Длительностью 60 минут вам покажут все самое интересное – декорации от реальных фильмов. Например, вот это – разрушенный самолет из войны миров. Многие зоны продолжают быть в рабочем состоянии и сделаны как тематические аттракционы. Например, отель Бейс, где за тобой начинает гнаться реальный маньяк. Или вот как здесь, вроде бы просто начинается дождь, а потом за несколько секунд потоки воды просто хлынут и со всех щелей, и такое ощущение, что тебя сейчас смоет. Но нет, потом трамвайчик просто уезжает дальше, и вы едете к следующему месту съемки. В общем, посещение этой киностудии – это реально аттракцион на целый день. Помимо того, что есть просто зоны для погулять, есть еще и реальные аттракционы, и это все сосредоточено в одном месте. Передать полученные эмоции очень сложно. Просто скажу, что парк произошел все мои ожидания. Я пищала от восторга, и не только в зоне Гарри Поттера. Не жалко ни единой копейки, потраченной на билеты. Надеюсь, когда-нибудь еще будет возможность туда вернуться снова, с новыми аттракционами. Ну, а вам желаю испытать это самостоятельно. На все путешествия у нас было выделено две недели, и один из этих дней мы уже провели в Universal Studio. Поэтому дальше программа была еще более насыщенная. За короткий срок нам нужно было увидеть максимум. При этом в Лос-Анджелесе, в самом городе, мы оставались всего два дня. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, мы отправились к Аллее Славы – месту, которое привлекает ежегодно 10 миллионов посетителей. Аллея Славы – это ряд тротуаров на Голливудском бульваре, который служит постоянным общественным памятником достижений в киноиндустрии. Более двух с половиной тысяч звезд вмонтированы в плиты тротуара. Отпечатки рук и ног, самых отличившихся – Гарри Поттер, мой краш Джордж Клуни и многие другие. Обсерватория Гриффита расположена на южном склоне горы Голливуд в Лос-Анджелесском парке Гриффита. Из обсерватории прекрасно виден центр Лос-Анджелеса на юго-востоке, Голливуд на юге и Тихий океан на юго-западе. Обсерватория является популярным туристическим местом. Отсюда все смотрят на знак Голливуд, естественно. Обсерватория находится здесь с 1935 года и засветилась в таких известных фильмах, как «Терминатор» и «Ла-ла-ленд». В далеком 1923 году знак Голливуд был создан в качестве рекламы, а сейчас является фирменным знаком киноиндустрии США. С Голливудских холмов прекрасный хайкинговый маршрут прямо в город, где ты попадаешь в обычный жилой район, где все в цвету, красивые домики повсюду, и это самый обычный тихий двор. Признаюсь, даже как-то захотелось здесь жить и немного напомнила Беверли-Хиллз 90210. Дальше мы отправились в Беверли-Хиллз, обычный райончик, Родео-Драйв и даже гостиница, где снималась красотка. Вот она. Обожаю это ощущение. Сначала ты видишь с экрана телевизора место, а потом ты прямо там. Я была, где снималась красотка. Круто! Еще одно не менее знаменитое место – Санта-Моника, ее пирс и просто бесконечный пляж с тихим океаном. На пирсе расположен небольшой парк развлечений, различные зоны для осмостра достопримечательностей, зона для рыбалки. Пирс является частью большой национальной зоны отдыха в горах Санта-Моники. Для меня это первый раз у Тихого океана. Просто непередаваемые ощущения и гипнотизирующее зрелище. Этот Тихий океан словно зазывает тебя. Волна одна за другой, не останавливаясь. Теперь я знаю, что кадры пляжей в голливудских фильмах чаще всего снимались именно здесь. Ну а мы дальше отправились в Венес-Бич. Район, известный своими каналами, так как изначально задумывался как имитация Венеции. И поэтому здесь расположено много зданий в стиле итальянского возрождения. А еще множество ресторанов, баров и художественных галерей. На этом подошел к концу второй день в Лос-Анджелесе. Мы взяли машину и отправились в Лас-Вегас, детка! Можно было бы сказать, что все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Но нет, немножко я вам все-таки покажу и расскажу. И начнем знакомство с городом с обзора Скайроллера, гигантского колеса обозрения, который находится в Лас-Вегасе. Его диаметр 158,5 метров. Оно открыто в 2014 году и было самым большим колесом обозрения пока в октябре 2021 года. А в Дубае не открыли новое, которое пока, к сожалению, не работает, но теперь является самым большим. Огни города распространяются до горизонта, но все самое интересное, конечно же, в центре. Лас-Вегас является одним из крупнейших мировых центров развлечения и горного бизнеса. Популярные для посещения места, конечно же, казино, отели, концерты и шоу. В городе более 80 казино и несколько тысяч игровых павильонов. Самые популярные казино и отели расположены в историческом центре города, на самой оживленной улице Лас-Вегас-Стрип или просто Стрип. Игорный бизнес и связанные с ним индустрией туризма и развлечений являются основой экономики города. Лас-Вегас привлекает туристов не только игорными домами, но и разнообразными спортивными соревнованиями, концертами, ночными клубами, театрализованными представлениями, финалами конкурсов красоты и даже церемонии вручения порно-Оскара. Перед нами Беладжио, пятизвездочный отель-казино, который занимает 12-ю строчку в списке крупнейших гостиниц мира. Торжественное открытие состоялось в октябре аж 1998 года. Гостиница-казино засветилась во множестве широкоизвестных фильмов, таких как «Мальчишник Вегаси» или «Одиннадцать и тринадцать друзей Оушена». Главной достопримечательностью является музыкальный фонтан, расположенный прямо перед зданием отеля. Аттракцион был построен за 40 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих фонтанов в мире. Эти фонтаны – визитная карточка Лас-Вегаса и одно из самых фотографированных мест в Соединенных Штатах. Так было до тех пор, пока в 2009 году не открылся дубайский фонтан, арабские шейхи потихоньку перетягивают к себе первенство всего и вся со всего мира. Подробнее можете посмотреть в одном из моих видео. Но вернемся к городу. Помимо фонтанов здесь есть и другие достопримечательности. Копия эфелевой башни отеля «Париж», венецианские каналы с гондольерами и множество других отелей в необычных стилях, например, «Пирамида». Расположение города максимально удачное. Всего 360 километров, что примерно 4,5-5 часов от Лос-Анджелеса. Но зато рядом есть много достопримечательностей уже совершенно другого уровня, как, например, Гранд Каньон, Долина Смерти и многое другое. Что, конечно же, мы и отправились смотреть дальше. А Лас-Вегас остался в памяти ярким городом-казино, в котором мы проиграли свои 100 долларов. Надеюсь, вам повезет больше и вы выиграете. И в сопровождении соответствующей зловещей погоды мы отправились в наш первый национальный парк, и им стала Долина Смерти. Ничего не скажешь, хорошенькое название. Национальный парк Долины Смерти является наиболее засушливым национальным парком в США. Расположен сразу в двух штатах – Калифорнии и Неваде. Площадь парка – 13 тысяч квадратных километров. Калифорнии включают в себя долины, территории нескольких горных систем. Парк имеет самый сухой и самый жаркий среди национальных парков в США – Климат. В парке есть точка, которая находится на 86 метров ниже уровня моря и считается второй самой низкой точкой на поверхности земного шара в западном полушарии. До присвоения парку природоохранного статуса здесь в основном занимались золотодобычей. Первые известные американцы некоренного происхождения пришли в эту землю в 1849 году, полагая, что сэкономят время, сократив путь до золотых приисков в Калифорнии. А после нескольких недель путешествий и потеряв одного человека, они в конце концов решили назвать это место Долиной Смерти. И у нас это место не вызвало никаких других ассоциаций. Действительно, безжизненная пустыня, горы, эти нависающие темные тучи, атмосфера такая, что жизни здесь нет. Логичный вопрос – почему земля белая? А это и не земля вовсе, это соль. Это реально соляные отложения, и когда ты ешь по ним, они так хрустят. Хрусть-хрусть! В древности находившиеся на этом месте теплые и мелководные внутренние моря оставили обширные морские отложения. И так и продолжалось до тех пор, пока через Расчелину им не открылся путь в Тихий океан. Вообще, вся окружающая среда парка стала результатом геологических преобразований, которые продолжаются и по сей день. Так что, когда вы приедете, парк немножечко изменится. Welcome to Nevada! Хотя мы и так здесь были, но приехали на плотину Гувера или дамбу Гувера. Это уникальное гидротехническое сооружение, бетонно-арочная гравитационная плотина высотой в 221 метр и гидроэлектростанция, сооруженная в нижнем течении реки Колорадо, что образует озеро или водохланилище Мид. Названа тамба в честь Герберта Гувера, 31-го президента США, сыгравшего важную роль в ее строительстве, которое началось аж в 1931 году и закончилось в 1936, на два года раньше запланированного срока. В 1981 году плотина была включена в Национальный реестр исторических мест США и является одной из известнейших достопримечательностей в окрестностях Лас-Вегаса. После терактов 11 сентября движение автотранспорта через плотину было ограничено. Некоторые машины подвергаются обязательному досмотру. А в октябре 2010 года рядом с плотиной Гувера был открыт мемориальный мост Майкла О'Коллогана Пэтта Тиллмана, который существенно увеличил пропускную способность. Мост представляет собой две параллельные железобетонные арки. Длина моста 579 метров. Красавчик! Далее мы проезжали национальный парк Джошуа-3, названный в честь дерева Джошуа. Он расположен на месте пересечения двух пустынь Мохава и Сонорской. Приобрел свою известность среди туристов благодаря скальным комплексам и древовидным суккулентам из рода Юка, что и есть дерево Джошуа. Мы всего лишь несколько раз останавливались вдоль парка, походили, посмотрели на эти деревья и поехали дальше. Классно путешествовать по штатам на машине, отличные дороги, а пейзажи за окном буквально с каждым сотым километром меняются кардинально. Большой каньон, Великий каньон, Гранд Каньон – это все названия для глубочайшего каньона в мире. Находится он на платах Колорадо, штат Аризона, на территории национального парка Гранд Каньон, а также резервации индейцев племен Наваха, Хавасупай и Валапай. Скучные цифры. Длина каньона – 446 километров. Ширина на разных участках колеблется. Глубина – 1857 метров. А с 1979 года Большой каньон входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место – одно из самых необычных геологических объектов на нашей планете. Каньон считается одним из лучших примеров эрозии. Изначально река Колорадо текла по равнению, но в результате движения земной коры около 65 миллионов лет назад плата Колорадо поднялась, изменился угол течения реки, увеличилась ее скорость и способность размывать горные породы. Так образовался Большой каньон, и процесс эрозии продолжается сейчас. Но вот эти олени в парке, наверное, впечатлили меня больше, потому что стоя на смотровой площадке, ты совершенно не представляешь масштаба вот этого огромного каньона. Внушительное произведение природы, его стоит увидеть своими глазами. А у нас тут еще одно творение реки Колорадо – подковообразный изгиб на территории национальной зоны отдыха каньона Гленн. Называется Хоршу-Бен, естественно, в честь подковы. Благодаря своей живописности, симметричной форме и относительно легкой доступности, является одним из популярнейших туристических объектов. Недалеко находится город Пейдж. И у нас новый штат – Аризона. Здесь почувствовать масштаб и прелесть этого места было значительно проще. Вот ты стоишь над обрывом под тобой река Колорадо, и всего лишь небольшая подковка. А, конечно, каньон, он намного больше. Там, куда бы ты ни посмотрел во все стороны, ты видишь большой каньон. Поэтому и сравнить это, и ощутить это было намного сложнее. Вот такая вот удивительная красота природы. Еще одно впечатляющее место из Аризоны – каньон Антилопы, который получил свое название благодаря рыжекрасным стенам, напоминающим шкуру антилопы. Каньон Антилопы не является национальным парком и менее известен, чем Большой или каньон Брайс. Он лежит на землях племени Наваха и принадлежит индейцам этого племени. Чтобы попасть туда, нужно заплатить пошлину за проход по индейской территории и нанять проводника. Существует два каньона – верхний и нижний. Они знамениты среди фотографов всего мира из-за причудливой формы скал, освещенных восхитительным магическим светом. Оба каньона представляют собой естественно возникшие гигантские щели в массиве песчаника. В течение длительного времени вода и ветер вытачивали в красном песчанике углубления на несколько сотен метров. Раз в несколько лет во время ливневых дождей каждый каньон, обычно пересыхающий в течение года, затопляется водой. Именно дождевая вода, медленно стекая и унося с собой песчинки, за много лет сформировала эти изящные рельефные линии внутри скал. На сегодняшний день наводнения в каньоне происходят все чаще. Последнее на данный момент произошло в 2006 году и длилось целых 36 часов, вынудив администрацию парка закрыть нижний каньон Антилопы на целых 5 месяцев. Посещение каньона Антилопы возможно только в сопровождении проводника, потому что в сезон дождей существует опасность быстрого затопления. Во время грозы или даже при незначительных признаках ее возникновения спускаться в каньон категорически запрещается. Слишком велика вероятность внезапного наводнения. В 1997 году в Нижнем каньоне потоком смыло 12 туристов, 11 из которых погибли. Мы были как раз в Нижнем каньоне, названном племенем Наваха как спиральной арки скалы. Он расположен на несколько километров дальше верхнего. Его длина 407 метров и до установки металлических лестниц спускаться в него приходилось по веревкам. Лучшее время для посещения до полудня и сразу после, так как солнце очень интересно играет среди скал, отражаясь, преломляясь. Фото и видео не передает того, что вы видите вживую, поэтому обязательно приезжайте. А это, кстати, наш проводник, который нас вел настоящий индеец. И вот он каньон сверху. И вот теперь мы прощаемся с Аризоной и едем в не менее замечательный штат Юта. Вы только посмотрите, какие виды за окном. Воистину, эта дорога сама по себе одна большая достопримечательность. Целью нашего приезда в Юту была долина монументов или долина памятников. Уникальное геологическое образование, расположенное на территории резервации индейского племени Наваха. Долина памятников – один из национальных символов Соединенных Штатов. Каждый, кто хоть раз смотрел ковбойский фильм Голливуда, видел именно эти пейзажи. Долина представляет собой возвышенную равнину, являющуюся частью плата Колорадо. Верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, был полностью разрушен. Но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал-останцев, сложенных из менее податливого ветривания красного песчаника. Некоторые наиболее выдающиеся скалы получили собственные имена – Восточная варежка, Западная варежка, Три сестры, Слон и другие. На территории долины работает одноименный парк, который принадлежит племени Наваха. Долина служит одной из наиболее известных туристических достопримечательностей США. На ее территории снимались сцены многих кинофильмов, а также клипов и рекламных роликов, посвященных ковбойской тематике. Индейцы Наваха и сегодня живут в долине монументов. Они разводят овец и коз, пасут скот и занимаются сельским хозяйством. Они также продают ремесленные изделия, например, ювелирные украшения и ткани, в своих торговых пунктах и сувенирных магазинах вдоль главной дороги через долину монументов. Все посетители парка должны учитывать, что эта земля считается священной для ее народа. Посетители должны с уважением относиться к культуре Наваха, не беспокоить диких животных, не брать с собой домой камни или растения. В парке огромное количество пеших троп для прогулок, которые ведут к удивительным пейзажам, включая виды свершин высоких скал с красочными скальными образованиями внизу. Для тех, кто не хочет ходить пешком, но хочет увидеть фантастические пейзажи вблизи, есть также живописные дороги, которые проезжают мимо всех значимых смотровых площадок с великолепными пейзажами. Мы воспользовались именно этим вариантом, останавливались на каждой и гуляли. За то время, пока мы катались по парку, произошло два события. Во-первых, зашло солнце и небо окрасилось невероятными красками. Закат в таком необычном месте стоит того, чтобы его увидеть. Ну а второе, на последнем месте остановки смотровой площадки к нам прицепились две собачки и выпрашивали у нас колбаску. И конечно же мы поделились, а потом заметили следующую картину, а не выпрашивали ее у других. Уезжали мы, считай, что уже ночью. Солнце полностью зашло за горизонт, на небе остались ярко-рыжие краски. И мы отправились в гостиницу, скорее придорожный мотель. Я их не показываю, так как на вкус и цвет все кошельки разные. Но после этого снова в дороге у нас была остановка на озере Пауэлл. Просто для того, чтобы остановиться, посмотреть на озеро, передохнуть с дороги. Прекрасный вид, не правда ли? Следующие точки на маршруте были самыми высокими и одновременно самыми холодными. Но отказываться от них это все равно, что совершить преступление против красоты природы. А кто мы такие, чтобы это делать? Поэтому начинаем с Брайс-каньона, национальный парк, который находится в Юте. Площадь парка внушительная 145 квадратных километров. Но основная достопримечательность – это каньон Брайс. Несмотря на название, это не совсем каньон, а скорее гигантский природный амфитеатр. Вдоль восточной стороны – плата Паутсаунгаунд, созданной эрозией. Все посетители запоминают каньон Брайс по его уникальным геологическим структурам, которые называются Худу, и образованы эрозией речных и озерных отложений в результате воздействия ветра, воды и льда. Красные, оранжевые и белые цвета горных пород представляют захватывающее зрелище, особенно на восходе или на закате солнца. Сам каньон расположен намного выше, чем близлежащие национальные парки. Высота варьируется от 2,400 до 2,700 метров над уровнем моря. Таким образом, территория парка сильно отличается экологией и климатом, создавая контраст для посетителей, которые часто совмещают поездку сюда с другими национальными парками. Мы ощутили это на себе. Здесь, на вершине на смотровой площадке, дул просто пронизывающий насквозь ветер. Но восхищенный взгляд от этих образований оторвать было невозможно. Вообще, с каждым следующим национальным парком, казалось бы, ну чем он может удивить? Ну каньон и каньон. Но нет, это просто потрясающее зрелище из раза в раз. Так что обязательно приезжайте. Ну а мы покинули Брайс-каньон и отправились в место, которое я хотела увидеть больше всего. Вы только посмотрите, как будет меняться дорога на протяжении этого пути. Мы едем из штата Юта, возвращаемся снова в Калифорнию. Не правда ли пейзажи за окном и зеленые луга напоминают чем-то, известную всем заставку Microsoft? Но наш путь лежит высоко в горы горного хребта Сьерра-Невада. Так высоко, что для его посещения пришлось купить цепи и переобуть машину. Сотрудники парка обязательно проверяют это на въезде. Еще раз напоминаю, обязательно проверяйте на сайтах национальных парков, открыты ли они в день вашего посещения. Например, в нашем случае Sequoia Park, да, это именно он, работал, но часть маршрутов была закрыта из-за большого количества снега. Самое печальное, что ни одно фото и видео не передает того, что вы увидите вживую. Перед вами реально самые большие живые организмы на планете, а с экрана вы просто видите дерево. Эти величественные гиганты стоят здесь не одну сотню лет, великаны, живущие на горе. Все впечатления от этого места, словно ты пребываешь в сказке, в стране то ли над облаками, то ли под ними, где ты лилипуд, а рядом великаны. Это третий национальный парк, основанный в США. Это было аж в 1890 году. Парк имеет горный рельеф, поднимаясь с высоты 400 метров над уровнем моря в предгорья до высочайшей точки. Наибольшую популярность парку принесли именно Sequoia, включая экземпляр генерал Шерман. Самое большое по объему древесины дерево на земле. В 2009 году объем древесины этого дерева был чуть менее 1500 кубометров. Генерал Шерман растет в роще гигантский лес, в котором находится 5 из 10 самых больших по объему древесины деревьев в мире. Весит генерал Шерман около 1900 тонн. Этому старичку больше 2000 лет. Даже сложно представить эти цифры. Сказочный лес Сикпой остался в моем сердце раз и навсегда. Это самое невероятное и будоражащее место, которое я посещала. В нем все было необычно и удивительно. Волшебные живые деревья, свет, цвет, запах и ощущения. Покидали это волшебное место, мы для того, чтобы вернуться в цивилизацию. Дальше уже были только города. Золотые ворота – пролив, соединяющий залив Сан-Франциско с Тихим океаном. Его длина 8 километров, ширина от 1,5 до 3 километров, а глубина 43 метра. На северном берегу округ Марин, на южном – сам Сан-Франциско. В 1937 году через пролив был построен самый знаменитый мост – Золотые ворота. Его длина 2737 метров. Он считается одним из самых узнаваемых мостов в мире. Был самым большим висячим мостом с момента открытия вплоть до 1964 года. Строительство моста длилось 4 года. Я этот мост узнала по сериалу «Зачарованная» на СТС. Ох, мои юные годы! Мы встретили здесь восхитительный закат с видом и на весь залив, и на мост. И ветер даже нам нисколько не помешал. Под мостом проходило множество судов с разных концов мира. Сан-Франциско – удивительный город. Прямо город контрастов. Мы просто гуляли по его улицам. Вот, например, Ломбард-стрит. Самая известная извилистая улица во всем мире. 180 метров с крутыми поворотами. Следующее известное место было в заливе с видом на Алькатрас. Конечно же, это пирс номер 39. Чем он знаменит? Конечно же, морскими львами. Запах стоит невероятный, дышать нечем. Но эти животные очень фотографично лежат. Весь пирс – это один большой торгово-развлекательный центр, где множество кафе, баров, ресторанов, сувенирных лавок. И люди просто проводят свое время. А гуляя по городу, невозможно было не заехать к дому зачарованных. Вот он! После того, как мы больше недели разъезжали по национальным паркам и заповедникам Соединенных Штатов, погулять по простому городу было вдвойне приятней. Мы ощутили себя обычными городскими жителями. Остановка в Сан-Франциско не была длительной. Следующим пунктом назначения, как поклонница Стива Джобса, было посмотреть на его дом. Место, где он творил и где до сих пор живет его жена. В следующий город мы заехали почти случайно. Санта-Барбара расположена приблизительно в 140 километрах от Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана. Город покорил нас своей аккуратностью, уютностью и мимимишностью. Ну и естественно, фанаты Санта-Барбары узнают его арки, белые дома, потому что эту заставку невозможно забыть. Нашей самой последней остановкой стал Сан-Диего и авианосец Мидвей. Самый первый тяжелый американский авианосец. После этого мы проводили закат на берегу Тихого океана и сказали Соединенным Штатам Америки пока. Наше автопутешествие получилось непередаваемо насыщенным. Мы посмотрели максимально много и национальные парки, и города. Все вместе произвело неизгладимые впечатления. Надеюсь, и у вас такое путешествие получится. С вас лайки, комментарии и подписка. А это карта с основными точками нашего путешествия.